Сейчас у нас школа психологической помощи. Перед выступлением Маргариты Валерьевны я вам хочу объявить, что наше движение сейчас сотрудничает с психотерапевтическим центром Приморского района. В этом центре вам помогут справиться с тревогами или сниженным настроением, стрессом, нарушением сна, страхом и фобией, сложностью в адаптации к новой жизненной ситуации, переживания, потери, одиночество, конфликты в семье или на работе, трудности в общении с окружающими, другие психологические проблемы. То есть там с вами будут работать как индивидуальный психолог, так и в групповых занятиях. Если у кого-то есть желание уже записаться, у нас представитель сегодня на школе, или же звоните мне по телефону. Телефон у вас, наверное, всех есть, мой 905-289-5046. Все это бесплатно, это государственное учреждение. Сейчас выступает Вагайцева Маргарита Валерьевна, медицинский психолог, научный сотрудник отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации неонкологии Петрова, способы поддержания эмоционального здоровья онкологических больных. Добрый день, Марина Борисовна, ничего себе, сначала так вот конкурентов озвучили, а теперь выступаем. Хорошо. У меня неонтология, очень хорошие психологи. Но дело в том, что не только очень заняты, но еще это же платное удовольствие. Амбулаторное, да, это так, стационарно бесплатное. Если в зале стационарные пациенты, или немножко, да, совсем кто-то пошел уже на ужин. Ну, дело житейское. Да, для стационарных пациентов бесплатная психологическая экстренная помощь краткосрочная. Для тех, кто переходит в амбулаторный режим, да, действительно существует помощь за деньги. Ну, вы устали, наверное, да? Нет, не устали. Молодцы. Ну, тем не менее, надеюсь, мы сейчас быстренько уложимся. Сегодня каратенечко. У нас впереди целый год. И от школы в школу у нас будут развиваться темы, которые мы сегодня затронем. И в конце этого сообщения я вам эти темы озвучу, которые мы планируем вам представить в течение всего года. А сегодня способы поддержания эмоционального здоровья у онкологических больных. Что такое эмоциональное здоровье? Не стоит путать его с психическим. Психическое здоровье – это норма и относительная не норма. А вот нормальный человек в разных обстоятельствах, по-разному может с этим справляться. И вот это как раз говорит о его эмоциональном здоровье. Насколько он здоров или, может быть, уже у него насморк эмоциональный. Состояние благополучия, при котором человек может справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад аж в всего сообщества, окружающего его. Вот это и есть эмоциональное здоровье. И его признаки. Откуда я знаю, что я эмоционально здоров? Могу ли я назвать себя уверенным себе человеком? Я вот читаю вслух, вы смотрите на слайды и потихонечку загибаете пальчики в кулачке. Я уверен в себе. Что это означает? В основном то, что я удовлетворен тем, что я есть и кто я есть. Я ощущаю собственное достоинство человеческое, верю в себя. У меня сохраняется способность хорошо управляться со своими стрессирующими нагрузками. И, в общем-то, можно сказать, что сбои в своей жизни я принимаю. Я эмоционально здоров. Это вовсе не означает, что меня не преследуют неудачи, я не совершаю ошибок, я не подвержен разным формам заболеваний моего тела, например, да, соматическим заболеванием. Но я достаточно хорошо справляюсь со своими неудачами, я достаточно хорошо знаю себя. И главное, что я достаточно хорошо себя принимаю. Вот те, кто ходит уже не первый год, знают эту разницу, что такое, как ведут себя люди, которые знают себя только с идеальной своей стороны и игнорируют те проявления, которые оценивают сами в себе как негативные. Так вот, все-таки признак эмоционального здоровья – это принимать и то, что я обычно, ну, и хотела бы, чтобы у меня не было. Но, в принципе, я не вытесняю эти свои особенности. Я знаю, что они у меня есть. Может быть, я ими не горжусь, но я признаю, что иногда могу давать какой-то сбой эмоциональный, да, или вести себя неподобающим образом. И, в общем, я допускаю, что это возможно. Ну, и я способен осознавать и развивать собственные ресурсы. Эмоциональное здоровье в условиях хронического заболевания может меняться, истощаться в зависимости как от этапа течения заболевания. Вспомните, пожалуйста, что острые этапы течения заболевания – это первичная диагностика, верификация и рецидив. Есть такое состояние, да, тот этап ремиссия, когда, казалось бы, человек должен уже жить счастливо и благополучно. А нет. Те из вас, кто живут в длительной ремиссии, зачастую знают, что эмоциональное здоровье, в общем-то, не всегда прямо коррелирует с этапом течения заболевания. И что в ремиссии она тоже бывает значительно подвержена. И зависит оно как от особенностей заболевания, это у нас локализация, да, тяжесть этого заболевания, так и от способа и длительности лечения. Все вы знаете, да, что, например, секторальная мастектомия – это одно, а внезапная ампутация обеих молочных желез с прилегающими, да, лимфоузлами – это какая-то другая история. То есть есть много факторов хронического заболевания, которые способны влиять и угнетать в том числе нашу эмоциональную сферу, сказываться на нашем эмоциональном здоровье. Ну и есть некоторые особенности межличностного взаимодействия, как, например, моя дочь, которая живет достаточно замкнута, любимица в семье, любимица на курсе, но, попадая, например, в стоматологию, не чувствует уже себя такой уж любимицей публики, чувствует себя обычным человеком в очереди и крайне этим разочарована. И тогда я думаю, какие же неправильные я ей заложила условия, что она не всегда чувствует себя коммуникативно свободно. Ну, когда мы говорим о детях, там еще все поправимо. Когда мы говорим о том, что взрослый человек из своего достаточно замкнутого социального пространства выброшен в новую среду взаимодействия, он может проявить некоторые особенности своих взаимоотношений с окружающей средой, и это тоже может сказываться на его эмоциональном здоровье. Хроническое заболевание – это то заболевание, которое не имеет признанного способа абсолютного лечения. Это те диагнозы, которые требуют постоянного внимания и надлежащего ухода. И на сегодняшний день онкологические заболевания из фатальных и непоправимых, раз мы перешли в реестр хронических заболеваний. И именно потому, что наука шагнула вперед, медицина развивается. Многие формы рака, как мы с вами знаем, подлежат длительной ремиссии, и даже некоторые рецидивирующие формы уже совместимы с жизнью. Но, тем не менее, хроническое заболевание приносит изменения на всех уровнях существования человека. На физическом уровне это зачастую колечащие последствия лечения. На нейропсихологическом уровне это то самое снижение тонуса, которое влияет, досказывается на нашем эмоциональном здоровье. А вот на психологическом, душевном уровне, когда-нибудь на следующей лекции мы с вами как следует вспомним или заново поучимся, те, кто не был в прошлом году и позапрошлом году, различать психические и психологические наши планы. Так вот, на психологическом, душевном, как мы говорим, уровне эти изменения сказываются на уровне чувств и переживаний, конечно, негативного плана. Реакции на такие изменения бывают как отрицающий, так и болезненно-острый и принимающий. Вот одно из трех. Другими словами, она может быть дефицитарная, деструктивная и конструктивная. Тоже мы с вами как-нибудь прицельно обсудим дефицитарные и деструктивные реакции. А сегодня мы с вами говорим о эмоционально здоровых людях, то бишь о людях, которые способны конструктивно реагировать на изменения в своей жизни, связанные с заболеванием. То есть человек способен принимать особенности ситуации своего заболевания. Он интегрирует в картину собственной жизни свою новую идентичность, свою новую роль, которая называется «я пациент». И делает это успешно. Ну, например, такой маркер текущего реагирования на ситуацию хронического заболевания, как усталость. Всем нам знакомая усталость. Это комплекс субъективных переживаний, да, это психологический план, сопутствующий к развитию состояния утомления. И выражается он как в чувстве слабости, вялости, бессилия, так и в ощущении физиологического дискомфорта. Зачастую человек осознает нарушение в протекании своих психических процессов. Приходит пациент, говорит, я стал очень плаксив, я эмоционально лобилен, ну, то есть у меня скачет настроение. Зачастую жалуются на потерю интереса к обыденным своим делам. Чаще всего речь идет о работе. И все это, конечно, может вызывать бурные негативные реакции. И тогда мы говорим о том, что человек недостаточно хорошо принимает те изменения, которые связаны с заболеванием. Он пугается их, начинает чувствовать себя виноватым и имеет возможность зафиксироваться, негативную возможность, да, зафиксироваться на этих переживаниях. И, в общем, это уже может быть вырастет даже в какую-то проблему в дальнейшем. Но, вот, например, когда идет речь об усталости, мы призываем эмоциональному своему уровню на подмогу даже когнитивный план. И научаем человека просто смотреть на эти вещи с точки зрения реальности. Вот, информируем о том, что бывает три типа усталости. У вас какая? У людей, которые проходят активное лечение, это наверняка токсическая усталость, может быть, да. Наверняка при этом гипертоническая усталость. И мы учимся совмещать и распределять нагрузку, учитывая все эти три типа. Токсическая усталость, она развивается при любом заболевании. Другое дело, что при насморке это совсем какие-то, да, кратенчики и состояния вполне переносимые. А если это серьезное заболевание и требует постельного режима, то оно все равно пройдет, когда болезнь немножко отступит. Вот эта уверенность в том, что это состояние не будет бесконечным, это такой важный элемент, который говорит нам о том, что мы поддерживаем, мы успешно справляемся в эмоциональном плане, да, нам, мы эмоционально здоровы. Гипертоническая усталость развивается от умственного или эмоционального перенапряжения. После того, как человек об этом проинформирован, он может делать уже свой свободный выбор. Например, снизить какую-то нагрузку внешнюю, да, когнитивную, отказаться, может быть, от каких-то заданий, потому что он уже знает, что на него сейчас токсическая нагрузка выраженная, и он может заняться саморегуляцией на этом уровне. Сложнее снизить самостоятельное эмоциональное напряжение в ситуации дистресса, но вот за этим в стационаре есть психологи, и за этим Марина Борисовна призывает вас воспользоваться таким прекрасным ресурсом, да, как о котором она сказала. Характерное ощущение гипертонической усталости – это раздражительность, беспокойство, подавленность и печаль, и могут они размещаться уже даже на соматическом уровне, то есть мышцы наши могут из-за этого быть постоянно напряжены. И вот гипертоническая усталость. Парадокс в том, что любые, например, психологи-пискультурники скажут вам, господи, какие трудности, упал, отжался, встал гораздо легче, да, призывают вас там побегать, активизироваться, не учитывая токсическую и гипертоническую нагрузку. Учитывая все наши предыдущие факторы усталости, мы говорим о крайне дозированном перераспределении физической нагрузкой. Да, мы работаем с мышцами и продуктивно работаем с мышцами, но совершенно особенным образом. Итак, эмоционально здоровый человек может испытывать негативные эмоции в связи с ситуацией, то есть и отчаяние, и безнадежность, и страх, и тревога, и беспокойство, и может спонтанно разряжать эти негативные эмоции в виде гнева, плача, какой-то самоизоляции. Речь идет о том, насколько это распространенный процесс. Сейчас заканчиваем, да, уже? Как долго со мной это происходит? Если это происходит со мной в течение всего дня, это одно. Если в течение недели устойчиво и никак иначе, другое. Если две недели я не выхожу из состояния подавленности, это уже не к психологу. Но психолог уже направит к врачу-психотерапевту. Я уже не говорю о том, что подобное застревание в таком состоянии в течение месяца уже говорит о каком-то серьезном медикаментозном преодолении такого состояния. Что значит я не застреваю? Я способен переключаться на положительные аспекты своей жизни. С утра я проснулся, разрыдался, но потом сварил себе чашечку кофе, посмотрел в окно и подумал, ну что, всякое бывает, да, продолжаем жить. Я помню, что я болен. Я не игнорирую этот момент. Но я также могу оценить те положительные аспекты, которые по-прежнему меня окружают. И я не пугаюсь своих собственных негативных переживаний. Я знаю, что они абсолютно обоснованы. Да, невротик боится того, чего нет. А травматик, человек, столкнувшийся с витальной угрозой, боится того, чего есть. Это абсолютно правомочно. Плохо, если он избегает своих страхов. Так вот, если я негативные переживания испытываю и разрешаю себе это, я не испытываю чувства вины. Это хороший признак. Это значит, я эмоционально здоров. И я сохраняю критичность к себе, я разделяю свои состояния. Я знаю, когда мне плохо, а когда мне полегче. А может быть, иногда мне даже и неплохо, и хорошо. Но когда я понимаю, что плохо мне становится слишком часто, я способен, будьте здоровы, попросить и получить помощь. Я не стесняюсь признать, что у меня есть проблема. Я не боюсь, что слово психолог начинается с корня психо. Но я не думаю, что я псих, только потому, что я попал в тяжелую жизненную ситуацию. Я обращаюсь за помощью, и я достаточно пластичен. Ну, все травматики достаточно пластичны для того, чтобы уж обратившись, помощь получить и достаточно быстро. Поэтому, как правило, мы работаем в таком коротком формате. Те, кто бывал, знают, что за 3-5 посещений эмоциональное здоровье, как правило, восстанавливается. Именно в условиях вот этих самых очень тяжелых переживаний, связанных с витальной угрозой. Итак, эмоциональное здоровье поддерживается с помощью психологических приемов. Сейчас будет перечисление достаточно общих мест. То есть это, как правило, использование программирующей и регулирующей роли слова, активное включение представлений и чувственных образов и изменение тонуса скелетных мышц и дыхания. Целью применения этих приемов, их всего три, скинуть напряжение эмоциональное, устранить устойчивые тревогу и волнение. Их невозможно совсем истребить, это же понятно. Но, по крайней мере, дифференцировать их и с ними управляться можно научиться. И активизировать деятельность организма. Внимание, в данном случае, в условиях онкологического заболевания. То есть человек, который этим занимается, должен быть грамотен в вопросах тех ограничений, которые связаны с заболеванием. Способы самоуправления. Управление дыханием, мышцами, визуализация, самовнушение, переключение внимания, анализ и возможные действия планирования. Итак, вот такие страстные призывы. Каратенчика мы разберем, чтобы затем в течение года какие-то вещи обсуждать более подробно. Дыши сознательно. Мы все с вами дышим, как Бог на душу положил. Да, это естественная функция нашего организма. Но если я хочу взять под контроль свое волнение и переключить внимание, то я должен помнить, что у меня есть прекрасный инструмент. Он у меня всегда с собой. Это мое собственное дыхание. Дышу ли я медленно и глубоко, значит, я снижаю волнение и напряжение. Интенсивно активирую его. Во время вдоха происходит активация психического тонуса. При выдохе он снижается. Тогда, если я хочу успокоиться, у меня есть целая группа упражнений, которые я могу применять. Будем говорить об этом в одной из наших следующих занятий. Включай мышцы. Даже сидя в коридоре, вы знаете, мы можем переключать напряжение в отдельных группах мышц. И даже будучи подверженным каким-то операциям, мы можем, обходя эти травмированные участки, тем не менее, заниматься релаксацией. И таким образом получать полноценный отдых, восстанавливать свои силы достаточно быстро и влиять на свое эмоциональное здоровье, то есть снимать напряженность. Вглядывайся. Даже если мы будем вглядываться в точку на стене или узор на сумочке, это уже способно взять под контроль наше напряжение, просто выключив внешние раздражители, которые могут нас вовлекать. Но речь в данном случае идет о визуализации, то есть об использовании индивидуально значимых образов на фоне особого, отличного, отбодрствующего состояния психики. А именно, я не сплю, однако я сознательно выключаю свое внимание и сосредотачиваюсь на образах, которые приносят мне удовольствие. Я представляю себе какой-то период своего безусловного удовольствия и покоя в своей жизни. Будет ли это детство, юность. Это было то время, когда я была абсолютно защищен и доволен собой. Нахожу там особенно приятный эпизод и мысленно начинаю сосредоточенно его рассматривать. Где я? Что я? Какой я? Что меня окружает? Вот чем детальнее я рассмотрю этот образ, тем больше времени у меня это займет, и тем больше моя психика реабилитируется в состоянии покоя. Я достаточно хорошо отдохну. Может, я даже и засну, если обстоятельства позволят. Потому что нет. Но это то, чему можно и нужно учиться. Это очень эффективный способ. Говори с собой, да, о самомнушении. Самовнушение встает криво, если я обеспокоен. Для того, чтобы заниматься самовнушением, сначала лучше освоить какие-то более простые способы взятия своего волнения под контроль. И тогда просто я больше буду себе доверять. Потому что если я буду себе говорить, успокойся, успокойся. Понятно, что я сам себя обманываю. И, в общем, это, конечно, уже никакое не самовнушение. Ищи выгоду. Это способ парадоксальной интенции. Да, я болен. Зато нахожусь в федеральном государственном бюджетном учреждении, головном в этом предприятии. Ну, вот сейчас смешно. А представить, какое количество людей в таком же состоянии, как и я, не имеет подобной возможности, уже не так смешно. Да, уже немножко акции мы перед самим собой возросли. Ну, вот эта штука, да, но зато крайне эффективна и всегда лежит в кармашке. Привыкните рассматривать ситуацию таким образом и будете владеть своим эмоциональным напряжением. Ну, переключи внимание, да, сфокусируй свое внимание на том самом движении воздуха по своим дыхательным собственным путям, на движении собственной грудной клетки. Все инструменты у нас всегда под рукой. Они всегда во мне. Очень хорошо и полезно научиться освоить. И освоить настолько, что это придет до того, как я об этом задумаюсь. Дорастает напряжение и сбрасывается оно еще до того, как я дал себе такой сигнал. Это достигается, конечно, в случае достаточной тренированности. Ну, это, в общем, не так долго, как йога. И не так сложно, как йога. Вполне себе возможно. Можно, ну, вот с температурными параметрами можно играть. Вообще наш организм – это такая прекрасная совершенно игрушка, которой можно долго развлекаться в случае ожидания или состояния неопределенности. Да, вот мы лежим в больнице или мы сидим в очереди. У меня есть я. Я могу работать с собой на самых разных планах. Как на физических, так и на эмоциональных и на когнитивных. Например, анализируй, подумай о том, вот что я действительно могу сейчас изменить. Могу ли я встать и покинуть этот зал? Ну, конечно, могу. Но что-то меня останавливает, да? Самооценка, скорее всего. То есть что-то не могу изменить. И после того, как я соотнес, ну, придумайте план изменений, именно в той части, в которой мы можем изменить то, что нам бы хотелось. После того, как мы окончательно успокоились, хорошо заниматься планированием. Обычно мы говорим о краткосрочном планировании. 15-30 минут. Я вот на день очень люблю устроить планы. Это меня как-то успокаивает, потому что я достаточно эмоциональный человек. Базовое ощущение эмоционально здорового человека – это не то, что у меня все в жизни отлично. Может, и не очень, да? Но я справляюсь. Да, сегодня не очень. А я справился. Можно заснуть с удовольствием. Переходим к перечню тем последующих занятий. Не знаю, пойдут ли они прямо по такому логическому пути. Но мы будем с вами, я думаю, говорить об особенностях эмоционального восприятия различных периодов течения заболевания. Мы говорим о ремиссии, рецидиве, да, как ярких проявлениях этого периода. А еще есть период восстановления после лечения. Там тоже есть свои подводные камни. Психика и иммунитет. Нарушение сна у онкологических пациентов. Депрессивные состояния у онкологических пациентов. И способы саморегуляции, которые будут разделены на две подтемы. А возможно, мы что-нибудь из этого заменим на способы успешного взаимодействия с людьми, которые нас окружают. Но я думаю, что будет лучше, если вы как-то, Марина Борисовна, дадите знать о ваших предпочтениях, а мы подстроимся. Ну и, пожалуйста, помните, что человек – это личность. И человек сильнее собственных страхов и слабостей. И я вам от души желаю овладеть всеми способами саморегуляции и улучшить качество своей жизни. Спасибо за внимание. Продолжение следует...